Внушительный список. Недвижимость акции. Машины конфискованы у обвиняемых по делу РБК Банка. О том, как покрыть треть суммы ущерба за сутки, расскажет Фариза Болотбек. Тотальная цифровизация. Оформить ипотеку и зарегистрировать авто. Можно будет по-новому. Расскажем через несколько минут. Гендерное бюджетирование. Председатель Нацкомиссии по делам женщин Лизат Рамазанова предложила Акимам учитывать рождаемость при планировании расходов. Хватит строить футбольные поля. Постройте гимнастические залы. Да? Потому что девочки на футбол не пойдут. На телеканале Томикен Бизнес. Главные новости. В студии Галина Гаджук. Здравствуйте. Алматинский суд взыскал более 59 миллиардов тенге с главных фигурантов по делу о хищениях в РБК Банке. Речь идет о уже марте Ертаеве и его подельнике Бахате Ибрагиме, которые накануне приговорили к 11 и 8 годам лишения свободы соответственно. Список сумм и имущества впечатляет. Хотя подобные резонансные процессы в Казахстане проходят, увы, не впервые. Что же вошло в сумму возмещения? Об этом и о втором уголовном деле в отношении экс-банкира Жумарта Ертаева, расскажет мой коллега Фариза Бладбек. Фариза, добрый вечер. Получается, что не прошло и дня с момента оглашения приговора, а обвиняемые уже вернули почти половину похищенных средств. Да, Галина, получается так, из 59 миллиардов тенге наличными возвращено лишь 1 миллиард 160 миллионов тенге. Согласись, и эту сумму довольно сложно представить в реальном объеме. Все остальную задолженность Жумарта Ертаев и Бахат Ибрагим вернули в виде движимого и недвижимого имущества. Этот список вы сейчас видите на своих экранах. Здесь хочется выделить акции к телекоммуникационной компании стоимостью более 13 миллиардов тенге и земельные участки на 10 миллиардов. Помимо этого, у обвиняемых конфискованы машины бизнес-класса марки Mercedes, Lexus, Audi, а также квартиры в элитных жилых комплексах в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте. Среди изъятого есть и золотые монеты, брендовые часы на 600 тысяч долларов. Как мы знаем, по этому делу обвиняемых, а их было 36, уже огласили приговор. Между тем, мы ранее рассказывали о том, что сегодня в Алматы состоялся первый допрос по новому уголовному делу, к которому также причастен Жумарта Ертаев. На скаме подсудимых и зерновой олигарх, экс-резидент списка Forbes Нурлан Тлюбаев. Они обвиняются в организации хищения чужого имущества путем обмана в особо крупном размере. Общий ущерб, причиненных трем банкам, банку РБК, Евразийскому банку и ликвидированному Казахбанку, составляет 188 миллиардов 611 миллионов тенге. Сегодня допрашивали Нурлана Тлюбаева и его бывшую сотрудницу, бухгалтера Оксану Шестакову. Последняя призналась в том, что с 2011 по 2016 годы выдавала фиктивные зерновые расписки. Под эти поддельные документы и выдавались огромные суммы без возвратных займах. Их беспрепятственную выдачу по версии прокуроров лоббировал Ертаев, будучи руководителем банка РБК. Между тем, Нурланд Тлюбаев полностью признал свои незаконные действия. Кстати, на тот момент только ежемесячная зарплата бизнесмена составляла 200 миллионов тенге. Галина, вот такие детали стали известны сегодня. Мы будем следить за ходом развития этого уголовного дела. Студия. Спасибо, Фариза. А мы продолжим выпуск. К слову о заоблачно дорогой собственности отдельных казахстанцев. Сегодня глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин озвучил интересную деталь. В своем твиттер-аккаунте он сообщил, что космический корабль «Буран» принадлежит неизвестному частному лицу из Казахстана. Речь идет о втором летном экземпляре корабля «Буран», который сейчас хранится в монтажно-заправочном комплексе космодрома Байконур, сообщает РИА Новости. Корабль должен был отправиться на станцию «Мир» еще в далеком 91-м году и был готов к полету на 97%. Однако последние 30 лет пылится в ангаре. Оставшийся «Буран» принадлежит частному лицу из Казахстана. Такие вот дела. Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось. То же касается и стоящей в МИКе ракеты «Энергия-М». А вот алматинскому злоумышленнику не суждено обогатиться даже на время. Он задержан сотнями тысяч фальшивых долларов. Теперь его подозревают в неоднократном сбыте поддельных купюр. Об этом рассказали в департаменте службы экономических расследований по городу Алматы. Сообщается, что алматинец хотел сбыть 800 тысяч долларов США, однако успел обменять только 300 тысяч. Еще полмиллиона поддельных долларов он хранил дома. Сейчас проводится расследование. Другая информация в интересах следствия не разглашается. В настоящее время сотрудниками департамента экономических расследований по городу Алматы проводится досудебное расследование. И в отношении подозреваемого судом санкционированы меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до двух месяцев. Тем временем в Паладарской области люди не могут получить честно заработанные деньги. Единственный возможный выход для них сегодня – объявить бессрочную голодовку. Рабочие готовы прекратить акцию протеста только после выплаты зарплаты, которую они ждут уже больше четырех месяцев. К слову, на реконструкцию объекта, где трудились эти люди, было потрачено порядка 175 миллионов тенге. Но у подрядчика сейчас нет ни денег на выплату зарплаты людям, ни, как выяснилось, закон их на то оснований. Репортаж Майи Шуагбаевой. Больше сорока рабочих из разных бригад. Четыре месяца ожидания заработной платы. Летом этого года люди ремонтировали теплосети в поселке Майкаин, а теперь, отчаявшись, решили объявить голодовку. В сентябре из-за задержек по зарплате люди уже останавливали работы, но местный Акимат дал четкое обещание – деньги выплатят. Главное – не сорвать сроки сдачи объекта. Да, что, до копейки все получим. А сейчас он говорит, вы же с фирмой договаривались, работайте. Просто тоже, зачем тогда он влазил, если когда мы поставали, мы бы сейчас стояли, мы свои деньги, может, и добились бы. Мы обращаемся, пишем встроинвест, спрашиваем свои деньги. Они говорят, мы работали бесплатно, четыре объекта сделали бесплатно за свой счет. А за это я спрашиваю, почему за свой счет? Потому что они, говорят, отмыли деньги в 17-18 годах, обманули их тоже. Этот трехлетний проект капитальной реконструкции теплосетей в селе Майкаин растянулся в итоге на четыре года и обошелся государству в 175 миллионов тенге. Конкурс в 2017 году выиграла фирма «Ишимстройинвест», в которой теперь заявляют, рабочие трудились на объекте без договоров. И якобы виновен во всей этой ситуации один, теперь уже опальный сотрудник компании. Начальник участка выдали деньги, чтобы выдали зарплату ему. Как мы можем проверить, есть ли у них трудовые отношения, есть ли у них заработная плата и так далее. По словам подрядчика, бывший работник компании сейчас объявлен в розыск на его совести пропажа порядка 16 миллионов тенге. Акимат Байнаульского района в свою очередь констатирует, выполнено 90% работ, оставшиеся 21 миллион тенге будут выплачены только после подписания акта приемки. Но будут ли выплачены деньги рабочим, неизвестно. Как выяснилось, на объекте все летние каникулы, в том числе работали школьники. Они мне должны 100 тысяч, по записи ему все написано, 100 тысяч у меня вышло. Я работал примерно 2,5 месяца. Майкаин – отдаленный поселок золотодобытчика, в котором больше пяти лет, остро стоял вопрос отсутствия тепла. Люди даже писали письма главе государства. Почти все затраты на содержание теплосети всегда брал на себя местный недропользователь сети до сих пор в доверительном управлении у Майкаин золота, который в свою очередь тоже взял часть расходов по капитальному ремонту коммуникаций на себя. Акимат со своей стороны отвечал только за освоение бюджетных средств. Я свидетель, я даже контролировала, вот как они закрывают теплотрассы, как они делают работу. Они работали день и ночь. Вот благодаря этим ребятам у нас в этом году в поселке тепло. Если бы их не было, так не знаем бы, с чем бы мы и остались. Майша Акбаева, Кайрат Алпыспаев, это Микин Бизнес, Павлодарская область. Продолжаем выпуск. Зарегистрировать покупку автомобиля теперь можно будет даже через мобильное приложение. Как рассказал министр цифрового развития Багдад Мусин, данная услуга уже запущена в пилотном режиме. По его словам, инициатива позволяет упростить процедуру оформления документов и исключает большие очереди в спецсонах. Там же будут выдавать и водительские права, так как требуется сдача экзаменов на автодромах. Кстати, это единственная услуга, которая будет предоставляться офлайн. Все остальные переведут в электронный формат. Кроме того, Мусин рассказал, в ведомстве планируют внедрить новые технологии при оформлении ипотеки. При покупке квартиры в ипотеку требуется регистрация залога. Для этого сегодня необходимо взять документы с банка, предоставить их в ЦОН. После трех рабочих дней забрать документы с ЦОНа и снова вернуть их в банк, только после чего выдается ипотека. Для решения ситуации с бюрократией при оформлении применили технологию блокчейна и автоматизировали этот сложный процесс. Пока только в тестовом формате. Между тем, премьер-министр Аскар Мамин поручил ответственным госорганам уже в следующем году исключить бумажные справки. При этом глава Кабмина отметил, что сейчас растет число пользователей смартфонов, тем самым оказание госуслуг необходимо переводить на мобильные платформы. Тем временем, до конца года в стране будут исключены 30 видов справок. Для того, чтобы новые функции работали и в ЦОНах, в отдаленных районах, в 1200 населенных пунктах установят интернет-киоски. При этом перед Министерством цифрового развития стоит амбициозная задача перевести 99% госуслуг в электронный формат. Поручаю Министерству цифрового развития совместно с заинтересованными госорганами утвердить план перевода всех социально значимых госуслуг на EGov Mobile. Населению нужны конкретные результаты вашей работы. Мы должны полностью исключить необходимость бумажных справок уже в 2021 году, ввести доставку услуг от корпорации «Правительство для граждан» и повысить уровень доступности всех онлайн-услуг и сервисов практически до 100%. Сотрудники ЦОНов будут доставлять готовые документы казахстанцам на дом. В Атаравской области это новшество уже ввели. Услугу запустили в Курмангазинском и Козелкугинском районах. А до конца месяца доставку намерены ввести во всех центрах обслуживания региона. Пока же в бесплатном формате она доступна льготным категориям граждан. К примеру, в день Центральной городской ЦОНО ТРАО обслуживает до 100 человек, оказывает свыше 600 услуг как в режиме онлайн, так и оффлайн. Активно ведется и подготовка курьеров для доставки документов. Все они будут снабжены средствами индивидуальной защиты. Услугу доставки документов на дом оказываем пенсионерам и инвалидам 1, 2 и 3 групп. Они могут обратиться по номеру калцентра 1414 и сделать заявку. В течение трех дней заявители уже получат посылку с необходимыми документами. 6 миллиардов долларов может принести в бюджет маркировка товаров в Казахстане через 5 лет. Такой подсчет сделали в Министерстве торговли. Введение штрих-кода на продукцию уже помогло вывести из тени 308 миллионов долларов в этом году, говорит Бахет Султанов. А потому расширение списка продукции, которая подлежит маркировке, нужно продолжать, считают в правительстве. Между тем, магазинам страны остается считанное время, чтобы подготовиться к новой системе продажи табака. Напомню, эти изделия с 1 октября уже должны иметь специальный штрих-код. Жанна Алпызбаева продолжит тему. Маркировки сегодня уже подлежат меховые изделия и табак. В ближайшие годы список пополнят алкоголь, молочная продукция, лекарства и обувь. Это те товары, которые чаще всего становятся контрафактом. В них объем теневого рынка достигает до 63%. Как уверяют власти, это пойдет на пользу не только бюджету страны, но и здоровью граждан. Курить, например, контрафактные сигареты небезопасно вдвойне. Теперь магазины до 1 января 2021 года должны зарегистрироваться в системе маркировки. Пока они могут распродавать немаркированные остатки. Но через год, с 1 октября 2021 года, в рознице будет продаваться только легализованный табак. Ответственность за прием и продажу пачки сигарет без штрих-кода будет лежать на магазине. Такой товар будет считаться контрафактом. Однако, что касается наказания, то оно еще не предусмотрено. Вместе с тем, согласно данным Министерства финансов, с 2016 года в Казахстане выявлено контрафактных товаров на более чем 30 миллиардов тенге. Предполагается, что с введением маркировки данных товарных групп объем легального товара оборота составит 337 миллиардов тенге, а доходы бюджета 58 миллиардов тенге. Доля легального рынка и объема производства вырастет до 30-50%. Тебе стоимость и цены упадут на 5-10%. Появится 2-3 тысячи новых рабочих мест. По словам Султанова, кумулятивный эффект все это на бюджет окажет в течение пяти лет и принесет в казну 2,6 триллиона тенге. Деньги эти государство непременно вернет обратно в экономику. Например, в виде поддержки бизнеса по программе индустриально-инновационного развития. Примером, конечно же, служит мировая практика. Например, в Бразилии и Турции собираемость налогов в сегменте алкогольных и безалкогольных напитков выросла на 20% и 142% соответственно. Объем нелегальных продаж табачных изделий в Турции снизился на 11%. В странах Евросоюза система цифровой прослеживаемости снизила оборот контрабандной продукции на 30% за 5 лет. Тем временем в соседней России бизнесмены уже просят отложить маркировку молочных товаров и одежды на пару лет, пока экономика не восстановится от пандемии. Ведь первоначальные расходы малого бизнеса на обслуживание того же терминала могут стать непосильны. А это как минимум 100 тысяч тенге на одну торговую точку. После следует его ежемесячное обслуживание. А вот власти уверяют, что нововведения уже позволили посчитать, что Россия производит 330 миллионов пар обуви. Исходя из численности населения, выходит, что это по две пары на каждого россиянина. А если есть цифры и статистика, то теневой экономике придет конец. Жанна Алпызбаева, Атамикен Бизнес. Между тем, Казахстан и Кыргызстан договорились устранить существующие барьеры при грузоперевозках на границе. Заместитель МИД Кыргызской республики Нуран Ниязалеев обратился к казахстанской стороне с просьбой урегулировать вопросы по предоставлению ПЦР-тестов водителями грузовых фур. Об этом он заявил на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Кыргызстане Кайратом Нурпиисовым, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел. В релизе внешнеполитического ведомства говорится, что стороны пришли к пониманию о необходимости устранения существующих барьеров. С учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм против коронавируса. Напомним, в начале ноября Казахстан усилил ограничительные меры на государственные границы на фоне роста заболеваемости в ряде областей страны. Все въезжающие должны предоставить справки с результатом теста на COVID-19. Другим темам строить гимнастические залы для девочек вместо бесконечных футбольных полей для мальчиков предлагает председатель нацкомиссии по делам женщин Лязат Рамазанова. По ее словам, акимам областей необходимо учитывать рождаемость детей в регионе и исходя из этого строить гендерное бюджетирование. Любой акимат при формировании своего бюджета должен посмотреть, сколько у него в районе девочек, сколько у него в районе мальчиков. И хватит строить футбольные поля, построить гимнастические залы, да, потому что девочки на футбол не пойдут. Да, он должен понимать, что вот этого футбольного поля на ближайшие 15 лет нам достаточно, нам не надо больше строить такие трудозатраты и такие средства кидать на футбольные поля. Также на площадке антикор Уртал-Гэ Лязат Рамазанова поделилась мыслями о 30-процентном заполнении квази-госсектора, о котором говорил Касым Жумар-Токаев. По ее мнению, женщина-гослужащий меньше склонна к коррупции. К слову, в самой организации также подтвердили, взяточник, как правило, мужчина в возрасте 35-50 лет. Считаю, что зарплату госслужащих надо поднять втрое. Я сама работала на госслужбе и помню, как мы ждали квартальных премий. Оклады были маленькие. Женщины много работали и параллельно по телефону учили уроки со своими детьми. Еще им надо взаимодействовать с начальством, которое может быть без настроения, а вечером готовить ужин. Разве такие женщины могут быть коррупционерами? Занижение статистики по коронавирусу имеет объективные и субъективные причины, считает Айжан Ясмагамбетова. Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля выделила две причины, по которым факты заражения разнились с публичными данными. По ее словам, департаменты в регионах не своевременно получали результаты ПЦР-исследований и экстренное извещение для эпидрасследования. Отмечу, накануне президент Касымжимар Тукаев заявил на совещании с правительством, несколько областей страны скрывали новые случаи коронавирусной инфекции. Этому есть и субъективные, и объективные причины. Не все лаборатории сегодня имеют интегрированную систему с нашими территориальными лабораториями. Соответственно, не всегда своевременно передаются результаты положительных исследований. Соответственно, они не всегда имели место, когда эти случаи недоучитывались. Максимально точный учет инфицированных – это абсолютное требование в борьбе с фирусом. Это требование не соблюдается. Нужно понимать, что выдача желаемого за действительное – очень опасное явление. Тем временем, за минувшие сутки в Казахстане выявили 602 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 14 фактов больше, чем днем ранее. Выздоровели 438 пациентов, больше всего заболевших по-прежнему в Восточно-Казахстанской области. Больше 200 случаев. Значительный прирост отмечается также в Североказахстанской, Павлодарской и Костанайской областях. А вот в Мангостаусской области опять нет ни одного факта инфицирования. Полную картину по заболеваемости коронавирусом в разрезе регионов вы видите сейчас на своих экранах. Другим темам. Школа в поселке Жилысу Туркестанской области трещит по швам. Причем буквально. Стены исполосованы трещинами, а здание буквально осыпается. Несколько десятилетий назад под учебные кабинеты отдали корпусы заготовительной конторы. Предполагалось, что это временно. Родители учеников еще три года назад напоминали властям Сарагашского района, что пора бы уже и школу построить. Теперь к ним присоединились и педагоги, которые смело заявляют, работать в таких условиях опасно. Марина Низовкина о том, каково это учиться в классах, которые рушатся едва ли не на глазах. Пол с дырками, в которые несложно провалиться. Двери и окна осыпаются, если до них дотронуться. А стены кабинетов украшают не только наглядные пособия, но и огромные трещины. В таких условиях занимаются ученики школы в поселке Жилысу в Сарагашском районе. У нас даже парты все старые. С другой школы нам как-то привезли. Мы их чуть почистили, покрасили и поставили. Но это не выход. Нам нужна новая школа. Школа имени Алмы Оразбаевой в поселке Жилысу была открыта в здании заготовительной конторы. Там, где раньше складировали хлопок и жили рабочие, открыли учебные классы. Первые годы такое расположение школы никого не смущало. Но когда начали проваливаться полы и трескаться стены, коллективу стало понятно. Учиться в такой школе опасно. А с подстройкой нового корпуса власти все тянут. В прошлом году должны были в этом году начать. А они это что-то не начинают. В следующем году, наверное, начнут. Три года назад районные чиновники обещали сдать новую школу в эксплуатацию в 2020-м. Теперь сроки вновь переносят. В проекте у нас на следующий год, 2021 год, проектной смертной документации. И на 2022 год будем строить уже там здание новую школу на 300 мест будем строить. К слову, это в карантинные времена. В этой школе занимаются ученики дежурных классов. В обычные дни на уроки приходили более 270 учеников. Марина Низовкина, Виталий Заянтинов. Атомикин бизнес. Туркестанская область. 21 тонну рыбы с начала года изъяли у браконьеров в Атараусской области. Причем 300 тонн – это рыба осетровых пород. Областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира подвели итоги работы за 11 месяцев. Как показывают цифры, браконьерство все еще остается одной из главных проблем региона. Так, с начала года зарегистрировано 2200 фактов незаконного лова рыбы. По всем фактам заполнены протоколы в отношении нарушителей приняты законные меры. Изъято 3817 орудий лова, 279 единиц транспортных и плавательных средств на нарушителей. Правило рыболовства наложено штраф в сумме 23,5 миллионов тенге, из которых взыскан в доход государства 19,1 миллион тенге. В Алматы после длительного простоя заработал горнолыжный курорт Шимбулак. Напомним, он был закрыт в самом начале пандемии, когда весной ввели жесткий локдаун. Длительный карантин сказался на ценообразовании. Цены на билеты поднялись на 20%. Так, если раньше билет выходного дня на одного взрослого стоил 9500 тенге, то сейчас его стоимость 11400 тенге. В руководстве курорта заявили, что вынуждены поднимать цены. У нас повысились цены на какие-то виды на кассах или на целый день. Но если соблюдать те требования, которые мы предъявляем, а это именно покупать онлайн, это приезжать рано и уезжать в обед, или, например, после обеда приезжать, чтобы потоки разграничить, то цены остаются примерно на цену, как и в прошлом году. Наша цель – перевести наших клиентов в онлайн. И к событиям в мире. Саудовская Аравия решила потратить десятки миллиардов долларов на развитие своей экономики. Из Суверенного фонда для этого выделят 40 миллиардов долларов. Если ранее правительство страны не выделяло такие крупные суммы, предпочитая инвестировать за рубежом или покупать акции крупных мировых компаний, то в этот раз власти страны решили инвестировать в отечественный туризм и диверсификацию нефтяного сектора. Как сообщает агентство Bloomberg, первый транш будет выделен в 2021 году, а второй – в 2022. Принц Мухаммед бин Салман ранее заявлял, что для развития некоторых инвестпроектов внутри страны придется избавиться от зарубежных. Отметим, что совокупный объем Суверенного фонда Саудовской Аравии оценивается в 347 миллиардов долларов, занимая тем самым восьмое место в мире. Как дальше будет реструктурирован портфель, представители королевской семьи пока не уточняют. Добавим также, что сейчас дефицит бюджета королевства приближается к уровню 2016 года. Финансовые вливания в собственную экономику позволят Саудитам привести его к нулю уже в 2024 году. Вакцина от американской «Модерна», доказавшая свою эффективность почти на 95%, сразу же нашла своих первых покупателей. Правительство Великобритании приобретет 5 миллионов доз нового препарата. В самой «Модерна» заявили, что до конца года готовы выпустить вакцину в количестве 20 миллионов доз. Если разработка будет одобрена, в следующем году американская компания готова выпустить от 500 до миллиарда доз препарата. Тем временем вакцину от производителя «Пфайзер» выпустят почти в том же количестве или 1 миллиард 300 миллионов доз при населении США 330 миллионов человек. Напомним также, что у «Пфайзер» Великобритания купит 40 миллионов доз. Сегодня «Модерна» объявила высокие результаты своих предварительных испытаний. Это еще один обнадеживающий шаг вперед. Если эта вакцина будет одобрена, ее дозы будут доступны с весны следующего года. Могу заявить, что сегодня мы заключили первоначальное соглашение о покупке 5 миллионов доз. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения считают, что только вакцинации недостаточно для победы над COVID-19. Для борьбы с пандемией нужно продолжать принимать и другие меры, в том числе тестировать население и изолировать тех, кто контактировал с заболевшими, считает глава ВОЗ Тедрос Аденом. Он напомнил, что первые партии вакцин от коронавируса будут небольшими. Первыми эти препараты получат медики, пожилые и люди из других групп риска. Добавим, что над разработкой препарата сейчас работают США, Китай, Франция, Великобритания, Россия, Казахстан и других странах. Тем временем жители Нью-Йорка, а точнее района Гарлема, выстроились в очередь за бесплатной индейкой. В стране приближается День Благодарения, в который по традиции каждая американская семья готовит блюда из птицы. Но в этом году миллионы людей оказались без работы из-за чертой бедности. Теперь они вынуждены рассчитывать лишь на помощь благотворителей. Продовольственный банк Нью-Йорка раздал 500 индеек, консервы и продукты сотням семей в окрестностях. Это немного шокирует. Это печально. Я никогда не думала, что буду вот так стоять в очереди, что я потеряю работу. Но такое случается. Уверена, что все наладится. Я благодарна. Наверное, все могло бы быть и хуже. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на Томикен Бизнес и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова